Ну что, Артем, непростая была тренировка? Ну да, слушай, жесткая, хорошая такая, на выносливость, игровая. Нам такие тренировки, в принципе, нравятся, когда много единоборств. Такая все через мяч, поэтому она тяжелая, долгая, но интересная, я бы так сказал. Но все выложились по полной. Насколько уже адаптировался к нашей игровой модели? Чувствуешь, что приходит сыгранность? Ну да, сыгранность приходит. Каждая игра тяжелая. Сейчас на нас настраиваются по-особенному, поэтому мы все равно стараемся от своей игры, наоборот, отталкиваться от своей игры. И думаю, что в следующее время мы должны по-любому исправиться, и все, что мы можем, покажем, и должны обязательно выиграть. Что произошло в Нижнекамске? Факел превосходил соперника по большинству статистических показателей, но проиграл. Ну, я думаю, сказался ранний гол, наверное. Это очень быстро случилось. Потом мы старались отыграться. Еще у нас моменты были. Очень много подходов было. Но просто это не наш день был. У нас ничего не залетало ворота. Имели уйму моменты во втором тайме. Жалко, что не забили. Поэтому очень-очень такое досадное поражение. Многие клубы играют без зрителей, а у нас мощная поддержка на каждом домашнем матче. Насколько это важно для команды? Это очень важно. У нас очень крутые болельщики. Нас очень сильно круто поддерживают. Это огромный плюс. Когда мы видим их на трибунах, мы, в принципе, играем для них. И для нас это прям вообще тока забавляет. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех болельщиков на игру. Ваша поддержка для нас очень сильно важна. И мы будем все вместе сильнее и должны в ближайшей игре с ротором на нашем стадионе оказать просто неумоверную силу и победить в этой игре. Поэтому приглашаю всех на игру. Продолжение следует...